Привет, друзья, это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. Название ролика немножко провокационное, но у нас действительно появились основания говорить, что Прибалтика не хотя признает действующую власть в Беларуси. Давайте начнем с Латвии. На словах она, конечно, за Тихановскую, за Латушка, за все хорошее и против всего плохого. А что на деле? А на деле выясняется, что МВД Латвии продолжает укреплять взаимодействие с белорусскими силовиками. Не с гражданским обществом, а с теми самыми цепными псами Лукашенко. На второе полугодие 2021 года запланированы совместные мероприятия Государственной погранохраны Латвийской Республики и Государственного комитета пограничной охраны Республики Беларусь, предусматривающие открытие двух контактных пунктов обмена информации между погранучреждениями двух государств. Чего-чего? Контактные пункты? Алло, ребята, вы с кем вообще контактировать собрались? В аэропорту Минск намечено оборудовать пункт экспертов пограничной службы Евросоюза Фронтекс. Целями поставлены улучшить способность Государственного комитета пограничной охраны Беларуси по обнаружению поддельных документов, разработка совестной модели проведения анализа рисков. Разработка совестной модели совместно с режимом Лукашенко, я правильно понимаю, а Тихановскую поставили в известность? Во втором полугодии 2022 года предполагается развивать сотрудничество учреждений погранохраны Латвии, Литвы и Беларуси в области служебного собаководства, повышать уровень образования должностных лиц кинологической службы, теоретические знания и практические навыки и улучшать материально-техническую базу для более полноценного раскрытия и борьбы с преступными деяниями. Ну да, ну да, сейчас вы улучшите их материально-техническую базу, а потом они с помощью этой базы будут давить белорусскую оппозицию. Как же так, товарищи латыши, как же так? С Литвой ситуация еще более интересная. Тамошние власти захотели перенять у Лукашенко управление санаторием Беларусь в городе Друскиненкае, который попал под санкции Евросоюза. И это не просто слова. Недавно два комитета Сейма на совместном заседании рекомендовали правительству начать переговоры с Минском. Но как это вообще возможно? Санаторий принадлежит управлению делами президента Республики Беларусь. Того самого президента, которого Литва не признает. Если Лукашенко уже нелегитимен, то с ним нельзя заключать никакие сделки. Давайте вспомним слова настоящего лидера Беларуси. Я хочу напомнить Владимиру Путину. Что бы вы не приняли и о чем бы вы не договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко будут пересмотрены новой властью, потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом, заявляла Светлана Тихановская. То есть сделка по купле-продаже санатория Беларусь тоже будет юридически ничтожна? Или Путину с Лукашенко договариваться нельзя, а правительству Литвы можно? Хотя нет, я кажется знаю, как надо поступить. К моменту заключения сделки Сейм Литвы должен проголосовать за признание Лукашенко легитимным президентом, а сразу после сделки снова признать его нелегитимным. Вот и все. Друзья, как вы думаете, Прибалтика все-таки смирится с реальностью? Давайте обсудим это в комментариях. Я с вами прощаюсь, не забываем подписываться на канал, если вы еще не подписаны, и ждем новых роликов. До встречи!